Сегодня в суде железнодорожного района Самары рассматривают дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, за полтора миллиона рублей адвокат предлагал своему подзащитному сократить срок. Сделка не удалась. Во время передачи денег адвоката взяли сотрудники ФСБ. В этом суде Рамис Мамедов свой статус адвоката сменил на статус подсудимый, подвело последнее дело. Его подзащитный получил 6,5 лет колонии общего режима. По словам супруги осужденного, в тот же день к ней пришел Мамедов и предложил подать апелляцию. Уверил, что сможет добиться условного срока с помощью своих связей в Москве. Конечно, не бесплатно. Сумма, которая для этого потребуется, 2 миллиона рублей. В итоге женщина с тремя детьми сказала, что собрать сможет только полтора. А свои разговоры с адвокатом начала записывать на диктофон и обратилась в ФСБ. Мамедова задержали, когда он получил деньги. Свою вину подсудимый не признает и будет добиваться оправдательного приговора. Произошедшее с ним считает провокацией. Версия событий простая, что это провокация. Супруги Макангалеевы являются агентами сотрудников ФСБ. Вот и все. Вся позиция. То есть фактически вас подставили? Да. Сейчас Рамис Мамедов обвиняется по статье «Покушение на мошенничество». Максимальное наказание предусмотрено на санкции указанной статьи составляет действие от лишения свободы. Уже состоялось у нас предварительное слушание в закрытом судебном заседании. В настоящее время у нас будет судебное следствие. Будем допрашивать потерпевших, свидетелей, исследовать материалы уголовного дела, проводить судебное следствие. По делу проходят 12 свидетелей. Это понятые, сотрудники ФСБ и родственники потерпевшей. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.